Вчера, 17 марта, состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В зале администрации собрались главы сельских поселений, представители МВД, МЧС и Роспотребнадзора. Председатель, ствующий на заседании, первый заместитель главы района Руслан Ямыков огласил повестку дня. По первому вопросу о подготовке к безаварийному пропуску весенне-летнего половодия, защите населения и территорий от затопления в 2022 году выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев. По данным долгосрочного прогноза Адыгейского гидрометцентра, в 2022 году существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с высоким уровнем воды. Основными факторами, оказывающими влияние на величину водного баланса, является высота снежного покрова, запас воды в снеге, глубина промерзания почвы, обильные атмосферные остатки и температурный режим. В районе опасность могут представлять сильные продолжительные осадки в виде дождя, которые будут способствовать подъему уровня воды на малых реках, это Фарс и Чехрах. По состоянию на 17 марта 2022 года поводка и обстановка на территории Кашкарского района стабильна. Наблюдается небольшое колебание уровня воды без достижения неблагоприятных отметок. Исходя из наихудшего развития сценария дождевого поводка, в зоне возможного затопления по малым рекам могут оказаться до 10 населенных пунктов с общим количеством жилых домов 3383 и с населением 11 330 человек. В зону подтопления могут попасть 12 участков дорог протяженностью до 53 километров, в линиях газоснабжения 3,9 километра, 17 автомобильных мостов, пешеходных переходов. В муниципальном образовании Кашкарский район и в сельских поселениях разработаны планы противопаводливых мероприятий на 2022 год. Издано распоряжение главы администрации муниципального образования Кашкарский район от 11 марта 2022 года номер 28Р в организации безаварийного пропуска весеннего половодия на территории Кашкарского района в 2022 году. В Кашкарском районе в соответствии с планом проведения превентивных мероприятий планируется выполнение следующих мероприятий. Расчистка от ила, корчей, водосточных каналов в ауле ХОЦ. Ежегодно это мероприятие администрация сельского поселения проводит. Выполняя эти мероприятия, они тем самым уменьшают риск возникновения подтопления при прохождении дождевых паводков с горы. Кроме того, запланирована расчистка подмостовых территорий на реке Чехрак и канале ХОЦ-Неволька-Чехрак. Безаварийному пропуску паводковых ход будут способствовать комплекс мероприятий, выполненных в 2021 году Кашкарским филиалом Федерального государственного учреждения Адгея-Мелио-Ватхоз по реконструкции и ремонту гидротехнических сооружений и проведению берегово-укрепительных работ. В 2021 году проведены работы по стремлению русла реки ХОЦ в районе аула ХОЦ. Проведенные работы снизят риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением аула ХОЦ. На проведение данных мероприятий из резервного фонда Кабинета Министров Республики Адгея было выделено 970 тысяч рублей. В Кашкарском районе создан запас финансовых средств на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Для осуществления контроля за прохождением весеннего половодия спланирована работа межведомственной оперативной группы в составе оперативной группы пожарно-спасательного гарниционного Кашкарского района и оперативной группы администрации муниципального образования Кашкарский район. Садокладчиком по данному вопросу стал начальник филиала Адгея-Милия-Вадхоз Рамазан Вакажев. На балансе ПГБ Адгея-Милия-Вадхоз на территории Кашкарского района находятся гидротехнические сооружения, такие как канал под Зневойка и протяженностью 43 километра, и дамбы обвалывания 27,1 километра, на которых периодически проходят осмотры состояния ГТС и составляются акты осмотра и дефектные ведомости. По результатам осмотра в 2021 году были проведены противопаводковые мероприятия, такие как на дамбе обвалывания река Ходз, село Натырбово, пикет 192-222, участок 96 метров, наброска бутового камня на сумму 2,721, на реке Лоба, тот же, та же дамба, другой участок, 60 метров, 3,114,000 на дамбе обвалывания, на реке Лоба, это Игрухай, на участке 250 метров, тоже каменная наброска, на сумму 2,827,250 метров, и зачистка этой же дамбы на расстоянии 670 метров, и восстановление до проектных отметок, это подсыпка, формирование откосов и зачистка от растительности. Общая сумма в 2021 году составила 8,930. В ходе заседания с докладом об оперативной обстановке с пожарами за 2021 год и усилении пожарной безопасности в муниципальном образовании Кашихабльский район в 2022 году также выступил начальник отдела по Геогинскому и Кашихабльскому районам управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по республике Адыгея Эдуард Родин. В 2021 году на территории Кашихабльского района зарегистрировано 63 пожара. Пожары распределены следующим образом. Техногены – 14 пожаров, сухая трава, мусор и так далее – 49 случаев. За истекший период 2022 года на территории района зарегистрировано 13 пожаров. Аналогичный период прошлого года – 12, увеличение на 8%. В результате регистрировано погибших не зарегистрировано. Аналогичный период прошлого года – 1 человек. Трава на пожарах зачетные периодные была. Пожары также распределены следующим образом. Техногеных – 8, в 2021 году – 9, уменьшение на 11%. Природные – 5, аналогичный период прошлого года – 3, увеличение на 67%. То есть вплотную подходим, а еще не началась жара. Стоит на это обратить внимание. Наибольшее количество пожаров в 2021 году в Кашкабульском районе произошло по причинам связан с неосторожным обращением с огнем, с нарушением правил устройства и эксплуатацией электрооборудования, а также нарушением правил устройства электрофишей и теплогенерирующих устройств. Выделяются две основные причины возникновения пожаров. В легшей гибели в 2021 году два случая у нас в том году было. Это неосторожность при курении, как правило, сопровождается алкогольным обвинением, недостаточной конструкции или неисправность печи, а также нарушением правил устройства эксплуатации электрооборудования. Цель повышения пожарной безопасности для нового денег, который проживает на ведетные семьи, попавшие в путную жизненную ситуацию на ряду с выполненными комплексами профилактических мероприятий. В этом году необходимо усилить работу по установке автономных пожарных извещателей в жюрие. Обладателями автономных систем радиопожарной защиты за истекший период 2022 года стали 42 многодетные семьи, которых проживает 215 человек. Работа по достижению намеченных показателей должна быть системной. Основными направлениями указанной работы являются своевременное реагирование на происшествия, связанные с пожарами, прикрытие территорий населенных пунктов в соответствии с действующими законодательствами, системная профилактическая работа. В завершении члены комиссии утвердили план мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасностью людей на водных объектах на 2022 год.